друзья всем привет тема сегодняшнего нашего видео идет о заготовке кормов на зиму для коз значит вопрос такой прозвучит сколько нужно сено заготовить одной козе на зиму значит всем известно что одним сеном коза сыта не будет помимо сена вот эти вот прекрасные животные домашние обожают еще веники значит веники нужно заготавливать из веток деревьев помимо всего они еще употребляют ай васек отстань значит употребляют еще корнеплоды вот я думаю многие из вас знают что такое корнеплоды и не придется объяснять вот ну для тех кто не знает что такое корнеплоды я скажу буквально двумя словами это картофель корнеплод свекла также корнеплод вот есть конечно свекла красная есть свекла кормовая вот данном случае идет речь о кормовой свекле давай что у нас любит вася наш вася обожает кукурузу вот на васек ты у нас обожаешь кукурузу коза же почему-то обожает пшеницу вот она наша коза которая обожает пшеницу вот значит помимо всего тоже еще зимы сейчас у нас теплые не бывает такого что засыпала снега по самый пояс невозможно пройти коза стоят стайках в общем-то зимой еще помимо всего приходится с козами делать прогулки вот они находят себе пропитание еще тоже сухую траву ветки там той же самой малины и прочей растительности значит таким вот образом если все эти корма бросить до в общей сложности нужно заготавливать 400 килограмм сена на одну голову на зиму сразу вопрос такого в голове некоторых возникнуть может так 400 килограмм а сколько же это блин по объему вот значит 400 килограмм по объему я думаю многие видели на полях лежат рулоны уже заготовленные комбайнами сена либо той же самой соломы вот значит в одном рулоне в одном рулоне выходит ровно 400 килограмм это уже как бы проверенная информация вот так что для тех кто будет покупать допустим сеном рулоном а не заготавливать вот потому что есть у нас люди которые имеют возможность заготовить сено другие допустим купили там козу на зиму а сена нету не заготовили то вы знаете что в одном рулоне 400 килограмм вот как бы ответ на вопрос сколько нужно сено на зиму глядные козы я уже дал вот значит будем ждать следующих тематик по данным видом животноводства это такие вот как козы да ну и ждем естественно новых видеороликов также не забываем ставить пальчики вверх под видео подписываться на канал жмем на колокольчик вот всем пока пока